Здравствуйте, дорогие зрители, с вами канал Туризм по-белорусски. Сегодня мы с вами выберемся к заброшенному авиационному топливо-хранилищу, которое находится недалеко от жительной станции Осеевка. Мы уже одна же там были, но это было давно и неправда. В этот раз мы постараемся делать более подробный обзор, ну и, скажем так, более качественный. Как видим, тут у нас идет мощеная дорога, но это уже 21-е столетие, но качество так себе, я бы сказал. Ну, сами можете сравнить. Нам нужно преодолеть данное садовое творчество. Только мы зашли в лес, как были атакованы комарами. Ужас. Ну, соскучились по человеческой кровушке, что-то такое. Ну, нас-то не остановят. И, кстати, лес очень хорош. Наконец-то началась нормальная весна. Ну, конечно, местами еще где-то по стране идет град, но я думаю, что это явление все же временное. Другие подписчики нашего канала можете нас поздравить. Это наш первый совместный сгеносоместный выпуск в этом году, поэтому с дебютом в этом году, в девятнадцатом. Отметьте вот этим. Также подпишитесь на наш канал, если вы до сих пор не подписались. Это для нас будет приятно. Такое хорошее подспорье. Видим, тут начинается бетонка. Ну, для военных объектов это довольно-таки частое было покрытие. Именно такие бетонные плиты. Кстати, как видим, шлагбаум тут сдвинут. Вот это вот интересно. Может, там уже кто-то есть. И начало. Здесь мы видим бункер. Это, конечно, не топливохранилище, но здесь все было вместе. Сейчас глянем, что же это такое. Так, уже отпускаемся потихонечку. Довольно-таки много мусора. Какая-то вентиляция или что-то. Ну, да, что-то такое тут. Тут нужно быть, как говорится, ого-го-го, ого-го, слышишь? Ну, следует тут добавить, что Юра уже тут бывал в свое время. Я тут сам впервые. Так, как-то все очень некрасиво. Вот обвалившаяся плита. Мы видим. Правда, я в обиде не заходил, только снаружи проводился мусор. Она была опасна. Такое чувство, что здесь все... Горело? Да, подкопчено. Так, какое-то маленькое, небольшое помещение. Сожнулись. Да нет, что? Какашки-то эти. Ну, вот, какахи. Да. Горело. Ну, да, это почти незаметно, но горело. По правде говоря, да. Ты давай, ты смотри налево и направо. Ничего, проблемно. Ну, ладно. Сейчас мы постараемся найти тот второй вход. Вот там, где свет сейчас. Но, пожалуй, для начала просто вылезем отсюда. Да. Нет, пойдем туда, откуда пришли. Вот узеньких проходок так что нормально видно. От себя, кстати, добавлю, что здесь вполне себе могут быть клещи. Придется еще себя проверять. Ну, и вы, если пойдете сейчас в лес, тоже имейте это в виду. Клещи, они такие. Кстати, если говорить о клещах, то на самом деле это паукообразные, это вовсе не насекомые. У них 8 лап. Так, возможно, этот выход, который мы видели, лестница уже спирена давно. Кстати, да, вот лежит этот ствол дерева, он обгоревший. Видимо, кто-то тут зажигал. Мы подобрались к первому зданию. Возможно, это было КПП. Возможно, что-то еще. Кстати, да, с ключами пришлось повозиться. Очень не хочется, чтобы они тебя укусили. Так, тут вообще печаль полная. Кладка везде развалена. И под ногами, кстати, что-то слегка так проседает. Ну, в общем, да, крыша отсутствует. И шастать тут особо уже не хочется. Да, интересно, почему здесь деревья, по сути, безжизни. Безжизненные деревья. Хотя, видишь, верхушки подают признаки жизни. Мы там заметили какую-то машину. Непонятно, кто тут и зачем, может быть. Но немножечко как-то это все напрягает. Вот тут такое огромное поле. Судя по всему, где-то вот здесь и находятся все эти резервуары. В которых раньше хранилось авиационное топливо. Сейчас мы будем искать их. Ну, вот мы нашли столб, на котором раньше было ограждение. Колючая проволочка. Но, в принципе, поскольку она здесь отсутствует, они практически незаметны, эти столбы. Добрались мы тут к какой-то яме. И пока еще не знаем, это или резервуар уже отсюда постепенно выковырили. Все же он из металла. Либо здесь просто добывать песок. Очередная яма. Здесь уже и бетонные плиты валяются, и асфальт под ногами. Собственно, вот мы сходим с дорожки. Я уже вижу первый, так сказать, первый резервуар для хранения топлива. Такс, такс, такс. Ой. Выглядит жутко. Значит, то было не резервуар, однозначно. Да. Большой, кстати, бетонный. В общем, там второй, там третий. Падать вниз крайне нежелательно, потому что потом вы просто не вылезете. Однозначно. Однозначно, без вариантов. Умный через резервуар не пойдет. Умный резервуар обойдет. Так, кстати, вот еще один, судя по всему, резервуар. Еще. И еще один. Прям какой-то на лукан поднимаешься. Ого-го. Здесь, кстати, блоки другие уже. И он еще глубже. Комары, комары, ужас. В общем, да, действительно, в данной местности передвигаться быстро не стоит, особенно в вечернее время суток. упадете, ну, в лучшем случае останетесь живы. А может, спилили, посмотрите. Так. Забавно, забавно. Вот это, кстати, лучше всех зарос. крыши у них, как видите, нет. Ни одного. По-моему, в прошлом году была. Кстати, тут же видны изменения за два года. Да, кстати, был один из первых. Ну, ты продолжаешь свою мысль. Да, был один ретроуар, похоже, он полностью был цельный, у него была крыша, и можно было даже в отверстии посмотреть, что там находится внутри. Не знаю, где очень похоже на крышу. Либо все это впилили. Пойдем посмотрим. А тут еще, похоже, еще два хранилища. Что здесь, что там находятся вот такие вот шахты непонятного предназначения. Ну, лично для нас. То есть, кстати, возможно, вот эти будут чуть получше. Сейчас мы проверим. Такс. Ну, не, картина все такая же. Крыши нет. Эти вот люки обвалены. Оооо! Вот это да! Весны им уравнивают. Да, заросло все хорошо. И люк висит на соплях. Видите, кстати, мы тут заметили, что вот там лестница находится под этим люком. Да, соответственно, она использовалась для того, чтобы попадать внутрь. Так, это у нас получается уже седьмой будет резервуар. Опа-на! Даже картина. В общем, ну да, то есть, они, по сути, делятся на два типа. Вот эти вот глубокие, в которых явно видны вот эти блоки, и более мелкие. Там либо отштукатурено, либо там, скажем так, немножечко по другому принципу все устроено. Но крыша отсутствует, в общем-то, как и во всех других. Но есть кустарный залаз. И, наверное, последний такой резервуар. Да, здесь тоже крыши нет, люка нет. Зато здесь видно, вот как здесь нависает плита. Она еще не обвалилась вниз. Вот. Идем дальше. Здесь еще вроде как должен быть бункер. Ну и всяко. Что-нибудь еще интересное, возможно, будет. Вот, кстати, уже какое-то здание виднеется. Сейчас, Наташа, она куда ведет. Без понятия. Не курить. Очередной спуск вниз. Но, кстати, водителя в той машине не было. Я, конечно, не знаю, кому и что нужно здесь в такое время суток. Ну, кроме нас, конечно. Ну, это похоже на какой-то гараж. Или это была... А, это может была трансформаторная какая-то? Нет, трансформаторная находится в левее. Ага. В рису. В общем, да. Похоже, здание я уже видел. Только они не были за землей. Ну, кстати, да. Возможно, да, здесь, наверное, располагалось какое-то оборудование. Интересно, что оно находится в таком полуподземелье. Ага. Так, ну. Так, трупов вроде нет. Вот, какие-то трубы уходят. В сетче. Да, я знаю, где мы везли. Это зато... Зимой помнишь? Возле сетчика. Ну, что-то... Здесь забудиться очень легко. Легко. Ну, да. Сильно. Да, да. Повалившееся дерево. И вот очередное здание. Это уже, наверное, будет трансформаторное. Ох, ой. Непонятно, что это. Я просто пожарную оорваться, как-то не вкинувать. Комары живут нещадно. Скромненько, я бы сказал, честно говоря. Более чем скромненько. Ну, естественно, никакого оборудования тут уже нет. И, кстати, тоже такой вот ров. И, кажется, мы поняли, это, наверное, шел кабель. Просто его уже выкопали. Сейчас, секундочку. Что тут у нас? О, наконец-то забор. Ну, здесь уже есть полота. Опа-на. Сколько лет, сколько зим. Она все еще тут стоит. Радуйся, что дайте под напряжение. Кстати, вот здесь уже находится второй ряд колющей проволоки. То есть окончательно за территорию данного места можно выбраться только после этого забора. Так, уже на выходе мы вот обнаружили еще какое-то сооружение. Главное, чтобы это казалось необычным туалетом. Уж не знаю, что это было, но явно используется сейчас как туалет. Всякими личностями. Кстати, вот что это? Ага. Это труба. И внизу мы видим... Фу. У-ху. Ну, все ясно. Там внизу вода. Уж не знаю, с каких пор лежат вот эти шланги. Такими часто отказ откачивают эти туалеты. Ну, деревенские. А там внизу, если присмотреться... Да, вниз идет лесенка и там вода. Фу. Ни малейшего желания нет места. Как-то очень тут много поваленных деревьев. Непонятно, что тут за машин ездили. Какой у них тут был интерес. Ай, фу-фу-фу. Что ты тут говоришь? Вот здесь глину добывают. А, глину добывают. Да. Только мы думали, что уже все закончено и ничего не предвидится. А он нет. Очередные какие-то резервуары. Очень много входов. Раз, два, три, четыре. Там это просто дублировало? Дело в том, что... Все это, да, вот куда-то тут вниз ведет. Фу-фу-фу. Ой, комаридзе, комаридзе эти замучили. Так, и похоже, да, очередной большой резервуар. Ага. Да, этот из тех, которые огромные. И там внизу вода. В общем, жуткая жуть, я вам скажу. Был замечено нами очередное здание. Пойдем посмотрим, что это. Потому что, по большому счету, здесь не так уж и много осталось. И с каждым годом остается все меньше. Меньше. Да, то есть, два года назад здесь все было несколько интереснее. А это наследие холодной войны. потихонечку убирают, расковыривают. Такс. Одно из самых бесполезных бесполезных фоу. Фу. А, ну это точно такое же здание. Да. Ну да, то есть, понять, что это было. То ли это была, может, просто будка какая-то, постовая. Может, какое-то оборудование было. Не курить. Ну, здесь везде нельзя было курить. Все же топливо. А, это да, вот очередная, мы видим, труба выходит. Ну, это мы уже видели. Какой-то непонятный такой большой резервуар с водой. Ну, что я вам скажу, ну, дичь тут полная. Тут все очень сильно заросло. Конечно же, мы тут не будем выискивать абсолютно все, что здесь осталось, все, что здесь было. Скажем так, ну, наверное, не самое лучшее место для залаза, потому как много интересного вы тут точно не найдете. Но просто само по себе увидеть, как выглядели авиационные топливохранилищи, конечно же, это интересно. Наконец-то мы нашли хоть что-то. Что это было? Уж не знаю, переговорное устройство либо просто какой-то сигнал подавали. Ну, хоть что-то. Получается, с обратной стороны периметра вдоль него шла дорога. Сейчас она уже очень сильно заросла. Но все же узнаваемо. Так, еще какая тут очередная штуковина. Наверное, что там открывалась или проходила. Ну, вот сюда. Да, это какая-то вот, не знаю, или распределительная или проходная вот часть. Соответственно, куда она уходила, но там ура! Мы нашли очередную такую будку. И да, вот рядом с ней опять такая бугорок. тут даже постеленная, скажу. Ну, не знаю. Туалетом здесь не воняет. Ну, что-то вовсе не туалет. О, кто-то даже кто-то даже заботливо сложил палочки, чтобы никто от люка не провалился. Получается, мы подошли к той поляне, на которую вышли изначально, только с другой стороны. Здесь точно такое же безжизненное дерево стоит. Не знаю, как-то это взаимосвязано с тем, что здесь тоже хранили топливо, либо они просто сами по себе померли. Это уже вам решать. Столб. и остатки периметра здесь по округе. Возможно, здесь опять откапывали эти кабеля. Вот очередная такая яма. Но явно что-то тут было. Может, какие-то скроения или еще что-то. развалины что-то совсем маленького. Кстати, вот это вполне мог в себе быть и сортир. Ну, так. Чисто теоретически. Не, клещи это просто ужас. Сейчас будем все себе снимать, проверять. очень много. Неожиданно для себя обнаружили, что какой-то тут движ по воскресеньям дикий. Там впереди какие-то люди сзади вот эти выползли. Непонятно где они там были. Ну, ладно. Будем на всякий случай с вами прощаться. Надеемся, что это наши товарищи. Такие же блогеры. Ну, вот и подошел к концу наш выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеемся, что вам понравилось. Ну, или хотя бы вы благодарны за наши усилия, которые нам пришлось приложить. Ну, канал Туризм по-белорусски прощается с вами. Всего вам хорошего. Пока-пока. Ну, что, Генчик, приуныл? Ты понимаешь, просто эти клещи слишком много. Лезут куда можно, куда нельзя. Тут сидел на траве, но тут и сверху прилетел. Я не знаю, это ужас, ребята. Клещей очень-очень много. Продолжение следует...